С Добрым Утром! Казахстан, встречайте! Это прекрасное летнее утро на телеканале ТДК-42. Ну а с вами Айгуль Туружбаева и Олег Великий. Просыпайтесь, дорогие друзья, и не забывайте, что перед едой нужно выпить стакан очищенной воды Water Life. Ну а также мы напомним, что за окном уже 13 июля. Да, и сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов национальной безопасности Республики Казахстан. Так что поздравим всех тех, кто имеет отношение к этому прекрасному празднику и пожелаем всего самого наилучшего и благополучия вашим семьям. Ну я присоединяюсь, Айгуль, к твоему поздравлению. А прямо сейчас нас ожидает традиционная разминка. Айгуль, к твоему поздравлению. Айгуль, к твоему поздравлению. Айгуль, к твоему поздравлению. Многие наши уважаемые телезрители пишут Айгуль, чтобы мы показывали рецепты блюда разных стран. И вот сегодня мы остановили свой выбор на азербайджанской кухне и покажем один из лучших рецептов. И насколько я знаю, это блюдо любят готовить в Азербайджане по праздникам. С таким вкусным блюдом, я думаю, что напрочь можно забыть о диете. Доброе утро! Сегодня мы с вами будем готовить уже обед. Несмотря на то, что это утро, нужно загодя готовиться к обеду. Еще с вечера я приготовила мясо, и сегодня мы с вами будем готовить взоркну. Так, нам необходимо взять одну луковицу, почистить обязательно картошку заранее, два помидора. Но так как сейчас помидоры еще не совсем созревшие и не дают такую красноту необходимую, мы добавим с вами чайную ложку томатной пасты. К готовому уже тушеному мясу добавляем лук, добавляем помидор, и я добавлю чайную ложку, но можно чуть больше томатной пасты. Это все хорошо перемешать и поставить тушить. Добавим специи. Любую специи, пригодную для мяса, хорошо было бы добавить сюда смельцами. А теперь давайте готовить картофель. Я его уже почистила к тому, чтобы забросить его в казан. Разрезайте крупный картофель на 4 части, чтобы вот такие были кусочки. Если это мелкий, значит можно на 2 части разрезать. Если крупный, обязательно удаляйте глазки, то, что вы когда чистили, пропустили. Это очень сытное блюдо, оно кавказское блюдо, опять-таки. Оно как и первое, как и второе. Сейчас покажу, как это будет все смотреться. Смотрите, чтобы кусочки были не сильно мелкие. Когда они сильно мелкие, они быстро провариваются и не успевают впитать в себя сок. Соуса, в котором мы сейчас будем готовить. Это блюдо очень понравилось моей семье, поэтому часто его готовим. Когда нет зимой помидор, добавляем только томатную пасту. Вот смотрите, помидоры уже растворились, потушились. Смотрите, вот он закрыл. Теперь нужно немножко добавить соли. Чуть-чуть прямо, потому что мясо уже подсоленное. И наливаем воду. Воду необходимо налить столько, чтобы она закрыла картошку, поверхность картофеля полностью. И так, наше блюдо готово. Посмотрите, какая красота получилась. У вас получилось и первое, и второе блюдо. Теперь вы можете в это блюдо, которое называется, напоминаю, базаркма, добавить соус. И вот с этим соусом вы можете пообедать. Приятного аппетита! С вами была Жанна, специально для Доброго Утро. Знаешь, Айгуль вспомнил анекдот. Стоят две блондинки на остановке, одна у другой спрашивает, ты какой автобус ждет? А я отвечаю, я пятерку. А ты какой ждешь? Вторая отвечает, а я восьмерку. Тут, значит, они стоят и подъезжает автобус номер 58. И знаешь, они так в один голос вместе засмеялись, обрадовались и кричат, ура, поедем вместе. Да, на самом деле, очень интересный анекдот. Я думаю, что многих наших телезрителей он рассмешил, но не так смешно, если все-таки сопоставить жару и переполненный автобус. Летний зной – настоящее испытание для городских жителей. Коварная жара пробирается в квартиры, машины и офисы. Путешествует с нами в автобусах. Отметка на термометре взлетает все выше и выше, чего не скажешь о нашем самочувствии. Длительное пребывание на солнце или в душном помещении грозит человеку не только тепловым ударом, но и развитием или обострением сердечно-сосудистых заболеваний. На дорогах было отмечено, что сильная жара, помимо накаливания асфальта, еще влияет и на психологическую обстановку на дорогах. Люди становятся раздражительными, агрессивными. Все это мешает нормальному управлению автомобилем либо автобусом. Чтобы избежать перегрева организма, предлагаем вам запомнить несколько простых правил летней безопасности. Утром и вечером пейте больше воды. Включите в рацион сочные овощи и фрукты. Употребляйте минеральную воду с калием, кальцием и магнием. Жирная тяжелая еда категорически противопоказана в жаркие дни. Не стоит лишний раз тестировать организм на выносливость, употребляя спиртные напитки. А алкоголь расширяет сосуды и в сочетании с палящим солнцем может принести здоровье ощутимый вред. Поэтому жители и гостей города Уральск просим быть взаимно вежливыми в транспорте, несмотря на жару. Взглянув на привычные предметы под другим углом, согласись, что можно придумать весьма оригинальные и неожиданные решения. И вот поэтому, Олег, мы подобрали для наших дорогих телезрителей необычные бьюти-лайфхаки с невидимками. Лайфхак номер один. Само название невидимки подразумевает, что она должна быть скрыта взгляду. Но что, если посмотреть на это с противоположной стороны? Посмотрите, какие оригинальные решения можно осуществить с помощью контрастных к цвету ваших волос невидимок. Лайфхак номер два. Невидимку также можно использовать в качестве зажима для денег, закладки для книг или скрепки для бумаг. Лайфхак номер три. Если невидимки соскальзывают с ваших волос, сбрызните невидимки лаком перед тем, как зафиксировать волосы. Лайфхак номер четыре. Кончик невидимки можно использовать для того, чтобы нарисовать идеальные хвостики стрелок. Лайфхак номер пять. С закругленными кончиками очень удобно приподнимать верхнее веко, для того, чтобы прорисовать верхнюю слизистую глаза. Лайфхак номер шесть. Если сломался язычок у молнии, но выкидывать сумку или рюкзак из-за этого жалко, просто вставьте невидимку в собачку и продолжайте пользоваться любимой вещью. Лайфхак номер семь. И, наконец, если вы постоянно расстраиваетесь из-за того, что невидимки разбросаны по всему дому, то организовать порядок с ними поможет Магнит. Да, Олег, согласись, наконец-то практически лето вступает в свои права. Да, вот я хочу отметить, что когда стоят жаркие деньки, самое такое большое желание – это, наверное, искупаться. Ведь вода бодрит и придает силы после тяжелого трудового дня. Да, все это прекрасно, конечно же. Но вот чтобы купание было поистине в удовольствии, необходимо соблюдать определенные правила. Правильное своевременное оказание первой помощи пострадавшему зачастую является единственным шансом для него вернуться к жизни. Если волею случая спасателем оказались вы, то прежде всего необходимо, вытащив пострадавшего из воды, очистить ему полость рта от посторонних предметов – тина, трава и тому подобное, уложить пострадавшего на согнутое колено животом и лицом вниз и удалить воду, попавшую в легкие трахеи, путем многократного надавливания рукой на спину. Следует помнить, также необходимо немедленно приступить к проведению искусственного дыхания рот в рот и непрямого массажа сердца. 4-5 резких надавливаний на грудную клетку, а затем одно вдувание воздуха. 16 вдуваний в минуту, 64-90 надавливаний. У пожилых людей надавливание щадящее. Маленьким детям надавливание производить не ладонью, а пальцами. Помните, жизнь пострадавшего целиком зависит от вашего умения правильно и быстро оказать первую помощь. Айгуль, ты знаешь, я заметил, сегодня ты какая-то задумчивая. Да, на самом деле, Олег, верно подмечено. Просто на носу у меня отпуск, и я даже не определилась, где мы будем отдыхать с семьей. Ты знаешь, мне кажется, есть один вариант. Давай посмотрим следующий сюжет, в котором мы расскажем об одной очень интересной стране. Возможно, именно туда ты захочешь поехать. Что скрывается за этим названием Мальта? Мальтийский орден, загадочные рыцари. Вот, пожалуй, то немного, что известно о ней каждому. Мальта, вписавшая множество ярчайших страниц в истории человечества, не может быть незаслуженно обойдена вниманием деловых людей и туристов. Мальта не для тех, кто целыми днями любит греться на солнышке или посещать одно за другим массовые мероприятия. Это великолепное место для активных туристов и путешественников. Любители страны и водного спорта здесь ждут потрясающее открытие. Мальтийский архипелаг состоит из островов Мальта, Гацо и Камино и расположен в самом центре Средиземного моря, в 93-м километрах к югу от Сицилии и в приблизительно 300 километров от северного побережья Туниса. Общая площадь составляет 316 квадратных метров, население 360 тысяч человек. Мальта – одна из наиболее плотно населенных стран Европы. Плотность населения составляет 1170 человек на квадратный метр. Столица – город Валетто. Официальные языки Мальты – альмальтийский и английский. Мальтийский язык представляет собой один из диалектов арабского. Письменность на основе латинского и алфавита. Сказывается влияние итальянского языка, особенно его сицилийского диалекта. Например, название месяцев заимствовано из итальянского языка, название дней недели – арабские. На улицах часто можно видеть религиозные процессии, денежные единицы, мальтийская лира – самая дорогая валюта в мире. Самолеты же приземляются в аэропорту Луко, затерянном среди городов в 6 километрах от столицы. До любого курорта – полчаса езды на такси или автобусе. На Мальте вкусная местная рыба называется лампук. Еще деликатесы – кальмар и каракатица. Гурманы поедают все это на набережной валеты, которая буквально усеяна ресторанами. Один из самых пижонских барракудов башни над морем на Майн-стрит – 194. А самый знаменитый рынок Мальты – в городе Марсашлок. В целом, отдых на Мальте будет незабываемым и интересным. Ну что ж, уважаемые телезрители, на этом наша передача подошла к концу. Мы с вами прощаемся, но совсем ненадолго. Отличного вам дня и обязательно пейте очищенную воду Water Life. Не переключайтесь, эфир продолжит наши коллеги. И как сказал Павло Коэлье, жизнь коротка. И необходимо говорить все несказанное. И поэтому, дорогие телезрители, говорите своим близким и родным прекрасные и добрые слова каждый день. ТО Water Life – официальный партнер передачи «Доброе утро». Очистка воды в домашних условиях всегда. Только свежая вода. Наш адрес – улица Козылжарская, 9А. Телефоны для справок 25-88-85, 8778-227-34-84, 8705-571-4704. Овен. Все интересы овнов сегодня будут сосредоточены в межличностной сфере. Во второй половине дня вы встретитесь с давними приятелями и спросите у них совет о том, как избежать ошибок в построении новых любовных отношений. Тельцами сегодня овладеет какая-то навязчивая идея. Не отыскав способа избавить себя от нее, вы старательно зафиксируете на бумаге эти внезапно возникшие мысли и приступите к их незамедлительному воплощению. Близнецам же сегодня рекомендуется заниматься только теми делами, которые имеют какой-то практический смысл. Отказавшись от построения воздушных замков и сосредоточившись на повседневной рутине, вы сможете сделать свое привычное существование гораздо комфортнее. Рак. Ракам сегодня не следует злоупотреблять благосклонностью со стороны малознакомых людей. Вам придется понять, что человек, который однажды выручил вас из очень сложной ситуации, не обязан и впредь решать все ваши проблемы. Львам сегодня с большим трудом будет удаваться работа с цифрами, если вы решите в этот день посчитать свой бюджет. Высока вероятность, что вы допустите досадную ошибку или забудете учесть какую-то крупную статью расходов. Девам рекомендуется же максимально довериться своему шестому чувству. Внимательно анализируйте все подсказки, полученные от своей обострившейся интуиции, так как именно они представят вам исчерпывающие ответы на все вопросы. Весы сегодня будут весело общаться со своими друзьями и напрочь абстрагируются от текущих проблем. Вечером вы вспомните, что завтра опять на работы, и от этих тягостных мыслей ваше хорошее настроение без следа испарится. Скорпионам же в этот день суждено вступить в спор со своей второй половинкой. На повестке дня у вашей пары окажется какой-то финансовый вопрос. После долгих обсуждений и жарких дискуссий вы и ваш спутник жизни решите, что нелепо ругаться из-за бытовых мелочей. Стрельцам в этот день не следует торопиться с надпринятием важных решений. Сегодня вам будет свойственно крайне субъективные отношения ко многим вещам. В таком настроении вы рискуете сделать ошибку, последствия которой окажутся для вас очень печальными. Козероги 12 июля посвятят много внимания и душевных сил заботе о своих младших родственниках. Вы сделаете все зависящее от себя, чтобы этот выходной ваши дети запомнили как один из самых ярких и счастливых моментов своей жизни. Водолеи сегодня будут находиться в постоянном моральном напряжении. В момент, когда ваша вторая половинка очень разряжена, вам останется лишь надеяться, что вы не окажетесь следующей жертвой ее необоснованного гнева. Рыбы проведут этот день в обществе своих близких родственников. Вам выпадет возможность продемонстрировать самым своим родным свой кулинарный талант, поделиться с ними профессиональными планами или спросить у них совет по очень важному для вас вопросу. Мы верим и мечтаем Мы там, где нас так ждали Где на семи ветрах Один мотив в сердцах Через тернии прямо к звездам Выши дальше так легко и просто Мы начнем и только побеждаем Если падаем, то вновь взлетаем Мы знаем, в чем правда Ты наша команда И она без тебя высоко не следит Без тебя никогда не победит Я нею Я нею За спиной мои крылья, будто сижу в фюзеляже Я игрок и всегда до конца иду, остальное не важно Не важно, что скажут, забью и промажу, упаду, устану За меня бьется каждый, за каждого бьюсь, вот это и важно Спасибо команда, мы семья и друзья, это сила Непокоренные, непобежденные, все в наших руках мне удача звонила Я с детства мечтаю, вижу мечтам есть свойства сбываться Наша цель высоко-высоко, с нашей командой мы сможем добраться Без мечты их нельзя изменить, и друзья, которые стоят быть Каждый важен, если на пределе, каждый первый-первый в своем деле Мы знаем, в чем правда Ты наша команда И она без тебя высоко не взлетит Без тебя никогда не победит Без тебя никогда не победит Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова